Граф Арсений Андреевич Закревский, русский военный и государственный деятель, генерал-губернатор Финляндии, одновременно министр внутренних дел, московский генерал-губернатор, биография, сын Тверского помещика Андрея Ивановича Закревского, отставного поручика и его жены Анны Алексеевны, урожденной Солнцевой, не очень знатного семейства Закревских. Денис Давыдов писал ему, «Ты не из того класса, который в колыбели валяется на розовых листах и в зрелые годы не сходят с атлас ногой дивана, а из наших братьев, перешедших на диван с пука соломы». В 1795-1802 годах учился в Гродненском кадетском корпусе, по окончании которого был определен прапорщиком в Архангелогродский мушкетерский полк. В 1818 году, когда императорский двор был в Москве, Александр I, зная о недостаточности средств Закревского, способствовал его женитьбе на одной из богатейших невест того времени, графини Аграфини Федоровне Толсты. Военная служба. Участвовал в войнах с Францией, Швецией и Турцией. В битве при Аустерлице спас командира полка генерала Н. М. Каменского и за проявленную храбрость удостался ордена Святой Анны Третьей степени, а в 1806 году Закревского произвели в полковые адъютанты. Отличился в сражении у прессии Шайлау. В апреле 1807 года он стал бригадным адъютантом. Во время русско-шведской войны принимал участие в сражениях у озера Куартани, при Равайсе и ДР. В декабре 1808 года был назначен начальником канцелярии главнокомандующего русской армии в Финляндии и удостоился ордена Святого Владимира IV степени с бантом. А за участие в сражениях в Истерботнии при Зейерарии у гавани Раттон получил золотую шпагу за храбрость. После назначения Каменского главнокомандующим русской армии в Молдавии в марте 1810 года Закревский был назначен начальником его походной канцелярии. Каменский участвовал в сражениях при Батине, штурме Рущука, дважды был ранен и дважды контужен. 22 сентября 1811 года награжден орденом С.В. Георгий IV класса номер 1009 вольт. Май 1811 года тяжело заболевший Каменский покинул армию. Закревский уже в чине майора сопровождал начальника в Одессу, где тот скончался. Перед смертью Каменский вручил адъютанту документы для передачи императору. Закревский, похоронив своего генерала, поехал в Петербург. В декабре 1811 года после аудиенции у Александра I он был назначен адъютантом Барклая де Толле. 30 января 1812 года он был произведен в подполковнике, а 13 февраля – в полковнике Лейбгвардии Преображенского полка и, наконец, 21 марта назначен начальником особенной канцелярии при военном министре, то есть стал руководителем русской военной разведки и контрразведки. Во время Отечественной войны был в действующей армии, отличился в боях под Витебском, Смоленском, при Волутиной горе, в Бородинском сражении. С декабря 1812 года Закревский, флигель-адъютант при императоре, участвовал в заграничных походах русской армии. Состоял при Барклай де Толле и при Александре I. 15 сентября 1813 года за отличие в битве под Кульмом его произвели в генерал-майоры, а 8 октября за участие в сражении под Лейбцигом в генерал-адъютанты. Взятие Парижа ознаменовалось получением ордена Святой Анны I степени. С декабря 1815 года по 1823 год Закревский занимал пост дежурного генерала главного штаба, руководил инспекторским и аудиторским департаментами, а также военной типографией, часто на период отсутствия замещал князя П. Волконского. В 1818 году женился на графейне Толстой, наследнице большого состояния. В августе Ая Булгаков докладывал брату в Москву, Закревский целый день работает, как собака, а в отсутствие государева будет отправлять должность Волконского. В Москве поплишем на его свадьбе. У него куча фрукт в углу, и он то одного, то другого поест, а все ему присылает эта невеста из Москвы. Служба в 1820-е годы. 30 августа 1823 года Закревский был назначен генерал-губернатором Финляндии. Получив чин генерал-лейтенанта, 9 марта 1824 года он отправился к новому месту службы. С 19 апреля 1828 года Закревский, оставаясь генерал-губернатором Финляндии, стал министром внутренних дел России, установив в министерстве железную дисциплину. Не было ничего, чтобы Закревский не регламентировал, он определил даже форму чиновничьих перьев. Однако, в те годы он пользовался репутацией разумного, дельного и обходительного человека. В 1830-1831 годах он был назначен руководить ликвидацией холерной эпидемии на юге России. Деятельность его была неудачная и в октябре 1831 года он подал в отставку, которая была удовлетворена Николаем I по поводу отставки. А. Я. Булгаков писал брату в Санкт-Петербург следующее. Все генерально жалеют, что государь лишается столь верного слуги, а некоторые недоброжелатели говорят, что при отличных своих качествах Закревский был не на своем месте. Поселившись в своих имениях студенец на Пресне и Ивановской на территории современного Подольска А. А. Закревский на протяжении ряда лет занимался улучшениями по хозяйству и перестройками. В гости к супругам Закревским, по воспоминаниям современников, в 1830-е годы съезжалась вся Москва. Генерал-губернатор Москвы в мае 1848 года император Николай I, напуганный революционной волной в Европе, вызвал Закревского из отставки и назначил его военным генерал-губернатором Москвы вместо князя А. Г. Щербатова. А. 1 ноября Закревский был утвержден членом Государственного совета и получил орден Андрея Первозванного. Эту должность он занял в возрасте 65 лет и в течение почти 11 лет нагонял страх на москвичей своим самодурством, превышением власти и подозрительностью ко всем инакомыслящим. Он сразу же предпринял крутые меры, снискавшие недобрую память в либеральных кругах. В сущности, Закревский хотел навести порядок в Москве, он пытался даже бороться со взяточничеством, но при этом он не оставался в границах разумного. Он регламентировал все и вся, даже время окончания балов и званых вечеров, как вспоминал Б. Н. Чичерин. По свидетельству Д. Н. Свербеева, Закревский запомнился москвичам своим самодурством и весьма плохим образованием. Над ним смеялись в обществе за то, что он не понимал по-французски. Контраст с его предшественником, холеным аристократом и просвещенным вельможей Д. В. Галлицаном, казался разительным. В прогрессивных кругах Закревский получил репутацию закоренелого реакционера. В докладах царю даже против самых аполитичных личностей он ставил отметку «Готовый на все». В Москве за ним закрепились прозвища Арсеника и Чурбан Паша. Общественное недовольство его правлением нашло отражение в Сатириен. Ф. Павлова, стилизованный под обращение генерал-губернатору. В апреле 1859 год Александр II отправил Закревского в отставку под предлогом скандала, вспыхнувшего вокруг имени его дочери Лидии Ниссельроди. Она во второй раз вышла замуж за князя Д. В. Друцкого-Соколинского, не разведясь с первым мужем Дмитрием Корловичем Ниссельроди. Синод признал второй брак недействительным и дочь Закревского с ее новым мужем вынуждены были жить за границей после отставки. Затеянный новым императором реформы Закревский не поддержал, поэтому сделался неугодным в дворцовых кругах. Говорили, что он долго отказывался верить известию об отмене крепостного права. При этом в собственных имениях Закревского для крестьян обязательно строили школы и больницы, а сами крестьяне жили материально благополучно. В 1861 году Закревский уехал во Флоренцию, где провел остаток своих дней в семье дочери. Скончался 11 января 1865 года, похоронен в имении Голочета в Мантимурлу в Италии. Семья, жена, графиня Аграфена Федоровна Толстая, единственная дочь графа Ф. А. Толстого, одна из знаменитейших красавиц пушкинского времени, воспетая выдающимися поэтами Пушкиным, Боротынским, Вяземским. Она унаследовала имение отца в Пентинской, Нижегородской и Московской губерниях, включая Ивановская на территории современного Подольска и Стадинец на Пресне. Дети Лидия, крестница императора Николая I. С января 1847 года замужем за Дмитрием Ниссельроди, сыном графа К. Ниссельроди вела свободную от светских условностей жизнь. В 1859 году при жизни первого мужа и без развода с ним стала женой князя Д. Друдского-Соколинского. Этот брак был признан незаконным по определению С.В. Синода Ольга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова